друзья привет пройдемся сегодня посмотрим очередной шедевральный наш проект баня в той части она с хозблоком и вот эта часть как видите это терраса веранда она задумалась изначально летние единственное что защищает от ветра это вот эти как это мягкое стекло шторы баня построена из клееного бруса толщина стены 160 миллиметров и высота венца 185 с этой стороны располагается хозблок вот так вся постройка у нас занимает 560 глубина хозблока 3 метра здесь в хозблоке располагается погреб такой двойной люк у него ну собственно погреб устали мнимые есть отдельных компаний которые смотрят и разные формы погребов ну в общем ты вот в него вход личинка пошла выключатели там круглогодичная температура держится порядка там плюс 5 плюс 6 градусов удобно для хранения консерваций площадь хозблока 3 метра на пять с половиной здесь располагаются стеллажи и прочую утварь хотел бы упомянуть о том что особенность так сказать этой стройки заключалась в том что изначально было запланировано так и построена это отдельные два строения то есть вот сама баня от этого угла туда по прямой девять с половиной метров там на пять с половиной и часть террасы это отдельный никак не связанные между собой то есть это две раздельные крыши даже вот там виден стык бруса не связаны абсолютно два строения они стоят близко друг другу но они не связаны кровлю мы выполняли это композитная черепица жалко что снег уже лег не получится ее показать вблизи но вот здесь с торца можно увидеть очень красиво смотрится летом это кровли когда они закрыты снегом действительно выглядит красиво и пойдемте внутрь прошу вас вот вы зашли сейчас на террасу здесь действительно просторно ну что говорить 560 на 560 из практически 6 на 6 лет дома строят вот террас здесь конечно не хватает еще обустройство стола там интерьерных решений может быть даже летней кухни ну в целом все здорово нет ветра здесь можно отдохнуть весь заказчик кстати говорил что ставит газовые обогреватели здесь очень тепло когда проходят мероприятия какие-то забыл упомянуть мы еще в начале лета закончили издали заказчикам эту баню и они здесь уже успешно отдыхают получается 6 или 7 месяцев примерно вот поскольку вид из окна шикарный то также изначально здесь была глухая стена предполагалось здесь поставить барбекю зону но поскольку вид летом просто шикарен пришло заказчику такое желание вырезать здесь большое окно собственно что мы сделали вот и теперь можно еще и любоваться видами в соответствующий сезон перед окном установили что-то вроде типа массивного подоконника на самом деле это обрезки обвязочного бруса мы шлифанули затонировали и получился такой массивный интересный подоконник то о чем я говорю что это два независимое строение просто близко друг другу расположены соответственно здесь мы просто закрыли так сказать чтобы не дуло вот тут подшили потолочек опять таки чтобы визуально эстетично это все смотрелось но это опять-таки независимые два строения потолок на террасе подшит классические без утепления подширная доска с зазором стоит и над ней располагается все затянуто москитный сет для того чтобы там не роились осы пчелы в общем-то ну чтобы здесь было комфортно отдыхать пойдемте наверное внутри потому что все таки холодно и хочется согреться из террасы мы попадаем в прихожую ну а больше используется как тамбур для отсечки холодного воздуха площади потому что невелика полтора квадратных метра здесь вишала расположены щитовой шкаф можно соответственно разуться верхнюю одежду скинуть и оттуда заходим в комнату отдыха вот комната отдыха здесь 13 квадратных метров туалет туда душевая баня сама парная пошла у вас здесь место для чаепития просто для отдыха после процедур парения печь в классике исполнения так сказать это феррингер уже наверное излюбленный наш отделом портал плита полированная змеевик размер плитки 30 на 30 здесь она выполнена вровень со стеной и декоративную отделку имеет канатом изначально мы сделали наличники как тут на дверях как на окнах так обыграли заказчик посмотрела попросила поставить все-таки канат значит здесь находится туалет площадь его небольшая два с половиной квадратных метров но тем не менее здесь у нас имеется как говорится все необходимое да в том числе электрический бойлер водонагреватель для получения горячего водоснабжения за перерубом проходит коммуникации такая дверка их скрывает отопление как такового здесь не предусмотрено здесь стоят потолочные инфракрасные обогреватели и вот как раз в зоне душевой и в зоне парилки под плиткой здесь у нас разложено теплый пол это маты электрический теплый пол площадь у нас душевой 8 квадратных метров парилка у нас тоже 8 квадратных метров но здесь есть опять-таки свои изюминки особенности классическая душевая программа стоит и обливное ведро обливное ведро не перевертыш как обычно все привыкли видеть а здесь с такими форсунками так хочется дернуть каждого дня за ведро почему-то мы начали в этом году устанавливать достаточно активно вот такие вот обливные ведра значит здесь расположены три форсунки они расположены в ряд в один в этом есть определенный плюс я сейчас расскажу и не один плюс то есть когда человек обливается я стою то есть вода располагается четко по контуру человека не выливается в одну точку это первое второе когда мы имеем перевертыш ведро да то есть нужно здесь чуть четко иметь координацию навык поймать успеть струю воды иногда она вылетает дальше и последние капли человек ловит только на себя здесь такого не происходит да это второй плюс третий плюс когда ведро опрокидывается там выливается полностью опорожняется весь объем и если второй человек тоже хочет таблицу им приходится ждать это некомфортно здесь же совершенно другая ситуация я дергаю за ручку идет мощный напор воды как только я отпускаю закрываются затворы и второй человек также подходит обливается есть эти большего объема ведра до 50 литров и там хватает до 3 человек могут облиться с него вот это очень удобно устройство мы их в общем-то и стали ставить большей степени сейчас пойдемте в парилку как я говорил печь установлена ферингер оптима в камне змеевики змеевик и на стене экран сделан также из змеевика и сама печь тоже в этом же камне ламели змеевик размер этой парилки 8 квадратных метров и хотел бы что сказать то есть вы мы зачастую снимаем видео не только лишь осветить какие материалы можно использовать или как там можно что сделать но и для того чтобы вы могли непосредственно на примере человека натурального значит оценить объем потому что многие из вас приходят к нам для проектирования и не могут понять а что такое площадь 5 квадратов много это или мало и для парилка сколько надо вот здесь 8 квадратных метров это большая достаточно парилка просторная и на примере например меня можно сопоставить размер парилки вот да что такое 8 квадратных метров здесь ширина полка она достаточно широкая для того чтобы можно было лечь спокойно руками не сваливалась здесь порядка 90 сантиметров ширина нижний подступенок или приступок да то есть на нее можно не только сесть но и лечь особенно вот с той стороны там несколько пошире вот чтобы просто понимали как можно планировать парную позволю себе немножко так на примере место вполне достаточно хочу также еще пояснить почему мы делаем всегда в основном всегда вот угловые две доски темные потому что когда вот я сейчас сижу на то есть больше всего изнашивается трется этой части садятся вот так еще ладошками труд переминаясь вот и слезая слезает то есть вот эта кривая зона она затирается если использовать здесь светлую доску она превратится и светлой в серую в черную это будет выглядеть менее эстетично нежели вот таком исполнении поэтому всегда используем сюда темную доску также мы всегда рекомендуем реализовывать в мокрых зонах парных на полу плитку потому что они фиксируются влагу хорошо убирается можно помыть и так далее а еще раз уж можно помыть то также всегда рекомендуем реализовывать сливные трапа в полу то есть и уборка после банных процедур гораздо легче можно прямо шланга помыть и соответственно во время парения можно взять и парящегося то есть отработать вениками и шайки окатить и дальше продолжить его парить ну собственно много чего можно очень удобно и когда воду поддаем пару поддаем да то есть опять-таки избытки могут туда удаляться воды поэтому сливные трапы именно вот в парилках они конечно очень удобный я бы рекомендовал всегда их делать я предлагаю закончить сегодняшний обзор классической формулировкой ставьте лайки подписывайтесь на наш канал пишите свои вопросы предложения комментарии а самое важное стоимости ты баня описание что входит за какие деньги читайте под видео есть описание читайте там до новых встреч до новых встреч и Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»